Ну вот, шью чехол, братцы. В общем, пока время потратил минут 10 на это дело. Это, конечно, не ту кожу шить, не тепрак. Это вот, кстати говоря, так. Показать, к примеру. В общем, вот эту кожу шить, это не то же самое, что шить какую-нибудь вот эту. Здесь пару часов только шитья будет, беспрерывного причем, я беспрерывно говорю. Стертые вот эти вот места до крови. Почему? Потому что, ну вот, сейчас я покажу просто. Хотя выдергивается тоже, конечно, не очень. Потому что ты затягиваешь, но я сейчас по-другому уже стал затягивать. Я раньше затягивал вот так, и резалась рука. В общем, это, в принципе, недолго. Небольшой чехольчик шить из кожаных. Вот. Из довольно мягкой кожи. Ну вот. Кто-то еще размачивает. Ну, не знаю, по-разному там делают. У кого-то иглы там какие-то другие немножко. Поэтому, в принципе, видите, можно даже пальцами просунуть. В чепрак. Ну, иголка просто у меня толстая. Можно дужку побольше взять, иголки, например. А сама иголка будет тоньше. Тогда вообще без проблем. Она входит легко, и все это шьется вообще на раз. Просто у меня игла толще, чем ни нить. Поэтому, в принципе, а так ничего сложного нет. Видите? Сунул-сунул, но это я вот на деревяшку обычно. Чтобы... Бывает, какое-то отверстие не очень идет. Ну, чепрак. А, еще же у меня здесь чепрачная проставка из-за этого. Если бы мягкие, вообще тут пальцами можно было шить. Как бабушка носки штопает, понимаешь? Вот. А у меня же тут еще чепрак, надо не забывать, жесткий. Вот. Трехмиллиметровый. Да, еще что я хотел сказать. Хотел украсить. Это вот чешуя рыбы. Блин. Видите, как трудно его вынимать. Рыбка такая есть. Я с такой рыбкой плавал. Это как с драконом, понимаете? В бассейне, блин. Вот такая рыбина по полтора-два метра длиной. Вот такая чешуя у нее. Чешую вот эту. Ну, сами понимаете. Она вот покрыта таким кальцированным веществом. Ну, я про нее уже показывал, про эту перероку. Я ее иногда хорошо ее вот так вот, ну, на ножны. Понимаете, о чем я говорю? Вот так вот к ножнам просверлить. Вот. И можно украсить. Очень красиво. Дырочки вот так насверливаются. Ну, это надо в коже, в раскрытой, я имею в виду, пришить заранее. Вот ее. Ну, вот. Распарить в горячей воде, чтобы она не очень такая, ну, была жесткая ломка. А вообще ее можно использовать для шлифовки. Индейцы ее использовали для шлифовки. Видно, нет? Что-нибудь там в кожу. Видите, как? А потом просто водичкой помыл и все. Как вот акулей кожи тоже можно вместо наждачки использовать. Это всем известно. Ну, про это я же не говорю. Так что она очень жесткая. Можно ногти даже подпиливать ей. Представляете, вот такая кожура. И она причем остается шершавой. Она не стачивается. Вот. Перороку хотел, но я это не буду, потому что кожа дешевейшая, в принципе. Ну, такая она мягенькая. Не чепрак какой-нибудь. Поэтому на нее окрашать я не буду уже. Ну, так чисто сделаю. Туда, может быть, пластиковую вставку сделаю. Ну, так что шьется быстро достаточно. Такая, такая кожа. Ничего сложного здесь нет. За полчаса можно спокойно это все сделать. Не отвлекаясь. Сейчас вот тоже про ножи смотрю. Один товарищ выложил видео. Все его знают. Не буду называть фамилию, имя. Но тоже там за сталь. После моего ролика, вот я сейчас выложил все. И после моего ролика тоже там за сталь. Туда-сюда. Тоже говорит, кстати, вот. Дмитрий, отец Дмитрий, говорит, что это все в основном маркетинг. Потому что химанализ у нас никто не будет делать. Понимаете? Что за сталь? Тали, сталь, не тали. 390. М390. Не М390. К340. Написать-то можно что угодно. А я уже в последнее время не удивляюсь. Закусил. Сквозь пошло и... Отвлекаться идти нельзя. Надо. Ну вот. Отвлекаться нельзя и торопиться. Легко, видите, как раз. Продернул. Вторая уже похуже будет, потому что иголка широкая. И нитка уже там торчит. Толстая игла. Я все иглы тонкие переломал свои. Остались две только. Ну вот. Вот, видите, все. Раз, дырочка. Осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать отверстий. Даже если по минуте. Ну вот, считайте. Каждое отверстие. Грубо говоря, это 12 минут. На самом деле меньше. Секунды. Раз продернул. Два продернул. Вот так вот прошивается достаточно быстро. Время не уходит на чехлы. Особенно если стандартные ножи уже. Ты уже знаешь примерно размер этих ножей. Уже есть картонные заготовки, по которым кожа режется. Не надо каждый раз мерить каждый раз. Каждому отдельному ножу. А вот штампуешь. Поэтому, в принципе, те, у кого даже маленькое свое производство, мини-мастерская, ну это проще делать. Уже сразу ты нарезал куски кожи в размер, зная, какой нож будет уже серийный. Ну, грубо говоря, мелкая серия. У тебя есть там пять-шесть моделей. Ты на них уже нашил эти. Нарезал, нарубил. У меня, кстати, вот гильотин. Я покажу. Кстати, она тоже кожу режет. Сейчас. Я ее, наверное, не показывал, да? Давай, сразу раз уж я это... Вот она. Ненашинская. Бразильская. Вот тут ножик такой. Видали? Здоровенный, смотрите. То есть из него, по-хорошему, уже отверстие есть. Отверстие есть для рукоятки, я имею в виду, допустим. И маленький клинок можно сделать. И здесь тоже, с этой стороны. Отверстие, отверстие. И вот до этого отверстия пополам разрезал. И можно делать клиночки небольшие. Или дроп вот здесь, чтобы в отверстие не попасть подлиннее. А здесь можно загнутое вверху. Ну, в общем, два клинка, и выйдет. Полотно хорошее, резучее, цеплючее. Не шибко ржавеет, кстати. Ржавчины почти нету на нем. Сколько ему лет уже? Да, импортное какое-то. Клеймо вот тут стоит подстерто. Одинфо. Не вижу, что написано. В общем, вот, лежит бумагу резать. Видите, какой аппарат. Старинный. Ну, как старинный. Ну, уже ему лет 30-то точно. Сейчас уже такими не делают. Так что, вот, буду ножик, наверное, из него делать, если не приспособлю. Или кожу буду резать. Кожу режет хорошо. Вот. Так что, за ножи, мужики, не знаю. Аксессуар все-таки. Я прихожу к мысли. Если это не инструмент режущий, хороший, действительно. Один взял себе. Походил я по этой выставке, вот еще раз, я говорю, в принципе. Ну, все смотрят, как в музее. Один, там, два, что-то топоры подошли, посмотрели с умным видом. Там поспрашивали деловые. А на самом деле никто ничего не купил. Четыре часа я там провел. Я говорю, наблюдал. Два-три человека купили при мне ножи. Ну, в основном с рассыпухи. Там за три тысячи, две с половиной. Вот такие цены. Пять уже люди стоят. А сколько стоит? Шесть, семь, восемь. Им так скажут. Они покрутят, покрутят. И уже нет денег покупать. Потому что это все-таки не необходимая же вещь-то нож. Булку-то отрезать дом из колбасы. Это я говорю, можно и за 300-400 рублей. Вот нож и киевский. А это уже хочется, понимаете, в комплекте все. Поэтому философия, что там говорить. Народишко у нас сейчас не шибко. Я вот помню, был период. Десятый год, там, одиннадцатый. Шиковали все прям. Смотришь, как в соцсеть заходишь к товарищам. То с этого, с Турции, то с Египта там фотографии. То даже с Индией кто-то там умудрялся даже доехать. На курортах все ездили. Не знаю, уж на кредит или как. Но, тем не менее. А сейчас заметно, прям очень заметно стало. Особенно последние два-три года. Прям здорово просело. То есть покупательская способность упала. Ну, наверное, да. Ну, и поговорил тоже с ножевиками, с нашими мастерами. Не на камеру, конечно. Позадавал эти вопросы. Они говорят, что да, да. Нож ведь это развлечение, по большому счету. Так и говорят. Лишние деньги раз, человек пять-шесть тысяч там купил себе. Раз в году там ножичек какой-нибудь. А сейчас, говорит, уже подумают, есть ли лишние деньги. Ребенка в школу, туда-сюда. Непредвиденные обстоятельства. Заболеешь. Лекарства сейчас дорогие. Пошел, лекарства отдал. 600-700 рублей там за какую-нибудь коробочку лекарств. Ну, то есть это уже деньги, реально. В магазин сходить тысячу-полторы отдай. Блин, вот. Он заболел. Так что деньги уже, деньги уже люди считают. Поэтому, в принципе, вот такие дела. Вывод какой? Самим делать себе нож. Слушай, ну да, есть такие ножи, знаете, что сам понимаешь, что хочется вот именно вот такой нож. Даже если сам можешь там что-то сделать, всегда понимаешь, что вот так не сделаешь. Вот именно вот так. А он не сделает, может быть, так, как ты. Поэтому в этом уникальность. Я бы вообще, знаете, что сделал? Открытую барахолку, например, по ножам. Все люди, которые ножи уже своими ножами наигрались, можно было туда прийти и устроить, ну, как вот в Бразилии есть, называется Mercado Detroit, то есть рынок обмена. То есть там не покупаешь ничего, приносишь свои вещи, а люди свои, там какие-то старые инструменты, гитары, ну, все, что у них там есть дома, ненужное валяется там годами. Они не пользуются там. И приносят, и меняют, подходит, говорят, о, давай я тебе это, а ты мне вот это. Он подумает, подумает, ну, давай. Или, а ты мне вот это, вот это, а я тебе вот это. То есть не то, что махнемся, не глядя, а именно подходишь и показываешь, говоришь, давай я у тебя это возьму, а дам тебе вот это. И вот так вот мы много раз на такие рынки ходили, я там кое-чем менял даже. Там я брал с собой, я не помню, что там, какой-то чайник там старый электрический, еще что-то там, какие-то вещи. Бутербродницы там меняли. Тоже в старом стиле такие, ну, советских годов еще. Не, в смысле, не в советских, а в тех старых. У нас-то советские, там-то в Бразилии не советские, да, понятно. Вот такие вот всякие вещи. Все, я пошил ножны. Они будут без ничего, с возможностью пробить отверстие, пропустить сюда такую кожаную лямку и вешать на грудь небольшой. Все это я срежу. Здесь я сделаю тиснение. И вот такими красками хочу нарисовать. Посмотрю. Будет держаться. Вроде хорошая краска, она держится. Вот. По тканям держится и держится. Сейчас покажу. Я вот рисовал. То есть она вообще, видите, даже не стирается. Нифига с ней. То есть такой сюжетик такой на Кабасе рисовал. Краска достаточно стойкая, она не стирается. Может быть, сейчас я тоже их как-нибудь раскрашу, по цветасти так по-разукрашу, чтобы так красивенько было. Какие-нибудь, не знаю, размалюю. Вот. И все. И будут просто в кармане носиться. Все, брат, все. Счастливо. Пу-пу-пу-пу.